Продолжаем наши беседы на тему о страданиях, смерти и воскресении нашего Господа Иисуса Христа. В Евангелии от Матфея в 27 главе, в 28 и 29 стихах мы читаем «И, раздев его, надели на него багряницу, и сплетши венец и стерна, возложили ему на голову, и дали ему в правую руку трость, и, становясь перед ним на колени, насмехались над ним, говоря, «Радуйся, царь Иудейский». Все четыре Евангелия рассказывают о том, что, готовя Иисуса к распятию, его раздели. Матфея, 27 глава, 28 и 35 стихи, Марка, 15, 34, Луки, 23, 34, Иоанна, 19 глава, стих 23. А Иоанн еще добавляет, что бросание жребия, кому достанется его хитон, было прямым исполнением пророчества из 21 псалма, 19 стиха. Мы читаем «И так сказали друг другу, не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет, да сбудется реченное в Писании, разделили ризы мои между собою, и об одежде моей бросали жребий, так поступили воины» Иоанна, 19, 24. Хьюго Маккорд считает Псалом, 21 стих, 19 особым пророчеством, которое могло исполниться только этим действием по отношению к Иисусу на кресте. Он пишет «Это предсказание одно из самых точных. Оно показывает предведение подробностей распятия, включая четырех воинов, и то, что на Иисусе будет пять предметов одежды. Четыре предмета можно было легко разделить между четырьмя воинами, а вот пятый уже представлял собой проблему. Разделить его на четыре части значит испортить хорошую одежду, превратив в четыре тряпки, но ее можно было еще сохранить и носить. Чтобы хоть как-то воспользоваться хитоном, воины решили, что самое справедливое будет бросить жребий, что и было сделано. Воины разделили между собой пять предметов одежды Иисуса. Каждый получил по одному предмету, а бесшовный хитон, который остался целым, разыграли, бросив жребий. Давид Смит пишет «Одному достался плащ, другому – пояс, третьему – обувь, а четвертому – головной убор, но еще оставался один предмет – хитон. Они бы, конечно, разорвали его на четыре части, но в нем было нечто такое, что приковало их внимание и остановило их руки. Он был бесшовный, сотканный целиком. Четвертым предметом могла быть и набедренная повязка. К тому времени, когда Иисуса подвели ко кресту, на нем уже, наверное, не было головного убора. Если понимание Маккордом этого отрывка верно, тогда получается, что перед распятием Иисуса вообще разделит до нога. Мы не знаем всего, что произошло при казни нашего Господа. Римские авторы, описывающие распятие, рассказывают, что казнимого распинали голым. Нам говорится, что иудеи, тем, кого распинали по их наущанию, давали набедренную повязку. Также и на картинах распятый Иисус традиционно изображается в набедренной повязке. Как бы ни распили Иисуса полностью обнаженным или в одной набедренной повязке, выставление его тела перед всем народом не могло не быть крайне унизительным. Описывая поругание его чистоты, его морального достоинства и мужских качеств, Матфей говорит, что войны, производившие распятие, раздели его до нога. Так передает современный перевод стих из Матфея 27-28. На кресте наш Господь испытывал три разных вида страдания. Физическое – от самого распятия на кресте, духовное отнесение на себе наших грехов и эмоциональное страдание от публичного унижения. Первый Адам в Эдемском саду испытал физическое и моральное обнажение вследствие ослушания Бога, а второй Адам облегся в греховную плоть и испытал стыд от ноготы, когда умирал. Задумаемся о том тождестве, на которое это указывает. В этом унижении нашего Господа мы видим его полное отождествление с нашей человеческой ситуацией. Родившись от Марии, он стал не почти, а всецело человеком. У него было такое же тело, как и у нас, тело из плоти и крови, которое нужно было одевать, чтобы сохранить достоинство обитавшего в нем. Он был в такой же степени человеком, как если бы вовсе не был божественным. Из его порезанной руки текла кровь, а когда его прибили ко кресту обнаженным или только в набедренной повязке, он испытывал унижение, которое испытывал бы каждый из нас, стыдился своей ноготы. Задумаемся также о жертве, о которой оно говорит. В этом отвратительном акте, когда воины сняли с Христа всю одежду, мы видим, что ради нашего спасения Господь был готов пожертвовать своим чувством собственного достоинства. На Голгофе был продемонстрирован самый глубокий смысл воплощения. Иоанн говорит, «И слово стало плотью и обитало с нами» Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. А Павел пишет, что Христос смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Он стал совсем как мы. Пробежим глазами его план. Он был отвергнут своими, обруган людьми и злословим теми, кто страдал вместе с ним. Затем было безжалостное бичевание, пробивание гвоздями рук и ног, лихорадочная жажда, пульсирование подвергнутых страшной пытке мышц, державших на себе вес израненного тела и страстное желание скорее освободиться от истерзанного болью тела. Но не будем забывать еще и публичного унижения от того, что с него сняли всю одежду. Именно этого надругательства над интимной сферой и скромностью было одним аспектом мученичества, которого ранние святые боялись больше всего. Это унижение некоторые считали хуже смерти от пыток. Иисус, несомненно, страшился и этой части распятия. Посмотрим на смерть, которую оно отображает. Его унижение еще раз напоминает нам, что распятие Христа было самой жестокой, унизительной, самой болезненной и страшной смертью. Фильм «Страсти Христовы», который в 2003 году просмотрели миллионы людей, показал кровь, физическое страдание и мучение Христа в самых ярких, убедительных красках кинематографа. Однако неужели мы думаем, что возможно показать на экране истинное унижение совершенного, чистого, божественного Христа? Неужели человеческий разум может изобразить унижение Бога? Распевшие Иисуса излили на Него всю жестокость, какая только могла прийти им в голову. Они жаждали долгой, постыдной, мучительной смерти. Они хотели продлить ее настолько, насколько выдержит человеческое тело и разум. Они стремились так унизить жертву, чтобы у нее не осталось никакого достоинства и самоуважения. На крест было излито всякое достоинство, всякое видимое приличие. Убивая нашего Спасителя, его враги еще старались отнять у Него все, что составляет личную ценность. Посмотрим также на цену, которую оно отображает. Мы видим, что наше спасение было куплено божественным унижением и позором, а не божественной славой. Бог не преподнес нам вечную жизнь на блюдечке, устроив вызывающую благоговение сцену с поющими ангелами и Иисусом, сияющим на престоле в ореоле славы, которая ярче солнца. Ничего такого и близко не было. Чтобы стать нашим Спасителем, Иисус сделался одним из нас во всех аспектах истинной человеческой природы. Он жил с теми же ограничениями, какие имеем мы, проходя через все те испытания и трудности, какие бывают и у нас. И в конце Он предал Себя в жестокие руки иудейских вождей и римских воинов, позволив им подвергнуть Себя самым страшным пыткам и унижениям, какие только можно вообразить. Изучая, что Иисус сделал для нас, мы часто сосредотачиваем внимание только на самом распятии, гвоздях, разрывающих Его плоть и бесконечных шести часах страданий, завершившихся возгласом, совершилось. Но не нужно забывать и о том, что сопутствовало распятию, бичевание, раздевание и злословие Иисуса. Все это безмерно усугубляло Его печаль и скорбь. С Него сорвали одежду, чтобы мы облеклись в праведность Божью. Его выставили перед всем миром нагим, чтобы мы могли изнутри и снаружи покрыться Божьей славой. Умоление Христа означало не просто то, что Он стал человеком, но и то, что Он испытал самое большое унижение, которое только может испытывать человек. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok